Сборная России проиграла Мексике, но Сочи все равно выиграл. Город буквально захлестнула футбольная лихорадка. Неудачно повернул. В субботу ДТП произошло на перекрестке в районе ТЭЦ. Переезд школы и 150 миллионов на социалку. Городское собрание Сочи в среду рассмотрит 22 вопроса. 100 семей сотрудников, погибших при исполнении, отдыхают у моря. В Сочи проходит благотворительная акция Росгвардии «Долг памяти». Не в сухую, но обидно. Сборная России на этих выходных проиграла сборной Мексики на Кубке Конфедерации. Для выхода в плей-офф мексиканцам достаточно было и ничьей, но вот нам нужна была только победа. Тем не менее, болельщики обеих команд в Сочи поддерживали своих спортсменов, как могли. Понятно, что мы болеем за Россию, переживаем. Естественно, что у нас новая молодая команда, не важен результат. Конечно, он важен результат, но как бы ни сложилась игра, мы все равно будем переживать, болеть только за Россию. Россия вперед. В Сочи в эти дни буквально живет футболом. Он везде. В этом стиле украшены улицы, логотипами турнира, оклеены автобусы. Во всех барах и кафе идут трансляции матчей Кубка. Даже на пляже болельщики не могут оторваться от экрана. Гресть на сочинском солнце, а не всей душой там, в Казани. Несмотря ни на что, как бы сборная России не играла, мы всегда будем всей душой за сборную России, и всегда будем болеть за нее. И ну куда же денется, как сыграем, так сыграем. Игра нашей сборной очень сильно нам понравилась. Самое главное, что мы видим полностью омоложенный состав, видим стремление к победе и видим то чувство именно патриотизма, которое присутствует в наших ребятах. Не стыдно смотреть эти матчи. И хоть они и проиграли сегодня, но они проиграли действующим чемпионом континентов, с которыми очень на данный момент, мне кажется, тяжело бороться. Футбольная лихорадка, тем не менее, благожелательно сказывается на всех. Болеют в Сочи за разные команды. Но это не мешает фанатам фотографироваться вместе и обмениваться сувенирами. Это южное радушие по достоинству оценили иностранные гости. Мы впервые в Сочи. Здесь чисто и очень красиво. Я обычно в Москве, но вот в Сочи мне очень-очень понравилось. Очень красивый город. Такой же красивый, как Санкт-Петербург. Я очень люблю футбол. Всю жизнь интересовался футболом. Нам эти билеты подарили друзья на свадьбу. Хотели, чтобы мы сходили на Кубок Конфедерации в Сочи. И мы просто в восторге. Да, все очень хорошо организовано. Мы знаем, что многие из наших соотечественников приехали сюда с одними лишь паспортами болельщиков. Мы же взяли с собой и обычные паспорта. Но, как видно, это было необязательно. Кстати говоря, в день матча нам предоставили бесплатный проезд на общественном транспорте. Это потому, что у нас есть паспорт болельщика. Да, и очень просто было его получить. Для этого есть специальные, удобно расположенные центры. Получить паспорт там очень легко. Люди здесь замечательные. Нам очень нравится. Вижу множество схожих черт с Мексикой. Нам здесь очень комфортно. Хотим теперь вернуться на чемпионат мира. Готовясь к Олимпиаде, сочинцы подучили английский и освежили его знания этой весной. Но даже тогда, когда словарного запаса не хватает, общий язык болельщики всегда находят. Стараются помочь, подсказать дорогу или посоветовать достопримечательности. Спорт объединяет. Сочи доказывает это. Позади три матча на арене Фишта. Впереди там же полуфинал. Германия-Мексика. Болеть будут снова все. И радоваться тоже. Вне зависимости от исхода матча. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». На следующий матч 29 июня организаторы просят зрителей пребывать за 2-3 часа до начала и заранее ознакомиться со списком запрещенных к пароносу вещей. К слову, тысячи сочинских детей посетили матчи Кубка Конфедерации. Полсотни юных сочинских футболистов помогают в их проведении. А на стадионе Фишта уже состоялось три международных футбольных матча. В Управлении по физической культуре и спорту администрации города надеются, что в Сочи играть в футбол теперь будет гораздо больше детей. Так бывает всегда. Посмотрев на игру спортивных кумиров, мальчишкам самим хочется еще больше играть в футбол. И играть на уровне. В Сочи у детей такая возможность есть. В городе 11 спортивных стадионов, в том числе и стадион «Локомотив Хости», который год назад был передан от РЖБ администрации Краснодарского края. Его масштабная реконструкция начнется в 2018 году. Стадион имеет натуральное покрытие, поэтому регулярно на нем проводить тренировки, либо игры, все знаем, это сложно. Он позволяет в неделю заниматься на нем не более пяти часов. Трава такая. И на сегодняшний день позиция такая, что это останется футбольной площадкой. И там после реконструкции в 2018 году, конечно же, наши дети на нем будут заниматься. Сегодня в спортивной школе номер 10 по футболу занимаются порядка 800 детей и подростков, а всего в Сочи в разных секциях числится около 4 тысяч человек. После проведения чемпионата мира эту цифру планируют увеличить до 5 тысяч за счет расширения материально-технической базы. В следующем году муниципалитету передадут еще два тренировочных поля в Адлерском районе, на которых смогут заниматься дети. На территории города Сочи культивируется 78 видов спорта. Культивируются без исключения все олимпийские виды спорта. И те виды спорта, которые включаются в олимпийскую программу, мы оперативно открываем отделения в городе Сочи и начинаем их развивать. Сергей Пелосян добавил, что все олимпийские объекты, наследие зимних игр также используются сочинцами. Не останется невостребованным и наследие Кубка Конфедерации. Планируется, что стадион «Фиш» станет тренировочной площадкой для сборной России. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». К другим новостям. Тысячи человек пришли проститься с героем Советского Союза, ветераном Великой Отечественной войны Николаем Жуганом. Гражданская панихида состоялась в Центральном концертном зале Краснодара. Нескончаемым потоком больше часа шли жители краевой столицы. Курсанты и военнослужащие несли цветы. Николай Павлович скончался 22 июня на 101-м году жизни. Он был генерал-майором авиации. Прошел всю войну, участвовал в Сталинградской, Курской битвах, бомбил Берлин. За его плечами больше 300 боевых вылетов. После войны он командовал авиационной дивизией. Больше всего Николай Жуган любил чистое мирное небо. Проводить в последний путь почетного гражданина Краснодара пришел губернатор Вениамин Кондратьев. Уходят свидетели Великой Войны. Уходят из жизни свидетели Великой Победы. Уходят из жизни великое поколение нашего народа, которое отстояло страну. Остается только память. И пока будет жива эта память, будем живы мы, как народ-победитель. Настоящий патриот своей страны. Патриотизм для него был образом жизни. Он этим жил. Он жил гордостью за свою страну. Он переживал, что происходит внутри страны. Это и есть тот человек, который своими руками сделал нашу страну великой. Своей жизнью, своим подвигом, которым таковым не считал. Он так жил. Николай Жуган, кавалер трех орденов Ленина, двух орденов Красного Знамени и теперь награжден Российским Орденом Александра Невского. Указ подписал Владимир Путин еще в мае. Памятный знак родственникам ветерана передал командующий военно-воздушными силами России. Неудачно повернул. В субботу ДТП произошло на перекрестке в районе ТЭС. Курортный Олимп. 2017 принимает заявки. Министерство курортов и туризма Краснодарского края объявило о начале ежегодного регионального конкурса лидеров туристской индустрии. В этом году смотр пройдет по 14 номинациям, которые охватывают организации санаторно-курортной, гостиничной и туристской направленности, а также отдельные профессии индустрии гостеприимства. К примеру, лучший работник службы приема и размещения гостиницы, лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму, лучший экскурсовод, лучший инструктор-проводник, лучший санаторий, лучший пляж. Заявки принимаются по 14 июля в Министерстве курортов, туризма и Олимпийского наследия Краснодарского края по адресу. Город Краснодар, улица Ардженикидзе, дом 41. 28 июня состоится сессия Городского собрания Сочи. В повестке заседания народных избранников 22 пункта. О наиболее актуальных вопросах, которые должны рассмотреть депутаты, сегодня рассказал председатель Городского собрания Сочи. На предстоящей сессии, помимо юридических изменений, необходимых для пополнения казны и муниципального контроля за правилами благоустройства, депутаты планируют отдать свои голоса за предоставление на безвозмездной основе площадей ряду социальных организаций, а также проголосуют за переезд коллектива старой школы Макапсе в новое образовательное учреждение, строительство которого уже началось в Совет Кваджи. Предусмотрят народные избранники и финансирование исполнения наказов на год. Порядка 150 миллионов рублей депутаты закладывают на решение проблем в отрасли образования, спорта и ряда других социальных сфер. Каждый вопрос, который выносится на рассмотрение депутатов, изначально проходит все стадии проверки, обсуждается на заседаниях профильных комитетов, территориальных депутатских групп, с общественниками и подкрепляется документально. Изначально при формировании повестки предстоящей сессии на рассмотрение депутатов было вынесено 25 вопросов. В ходе обсуждения на заседаниях наших комитетов, а их прошло у нас заседание 14, прошло 4 заседания территориальных нашей группы. И сегодня я во второй половине дня провожу совещание еще со всеми председателями комитетов и территориальных групп. В результате этой работы мы на сессию вышли только с 22 вопросами. Некоторые вопросы отправлены на доработку. Сегодня международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. В календаре эта дата была внесена 30 лет назад решением Ассамблеи ООН с целью сокращения количества наркозависимых среди населения планеты. Борьба с этой смертельной зависимостью активно ведется и в Сочи. Большую роль в предупреждении наркомании играют профилактические меры. Сочинская администрация совместно с волонтерами регулярно организует масштабные мероприятия и тематические проекты. Летом во всех районах работают площадки активности, где подросткам рассказывают о вреде этой пагубной привычке. За последние пять лет в городе наблюдается снижение показателей первичной заболеваемости и распространенности наркомании. Тем не менее, на учете состоят более 5000 человек. И это только по официальным данным. Поэтому наркоситуация на курорте по-прежнему остается напряженной. С начала этого года общий вес изъятых наркотических средств составил около 6 килограммов. Из них четыре – это синтетические наркотики. Большую озабоченность вызывает рост количества отравлений. Идет рост смертельных случаев, фиксируется от наркотиков. И фиксируется особенно в Сочи. Поэтому показатели в Сочи обгоняют всех, даже Краснодар. Работа по пресечению торговли наркотиками в Сочи ведется активно. Устраняют притоны, задерживают наркодилеров. Серия рейдов по аптекам тоже дала свой результат. И как подытожил Александр Петухов, борьба с наркоманией будет продолжаться по всем направлениям. Подключаться нужно всем сочинцам. В городе работает круглосуточный телефон доверия наркологического диспансера. Обратиться можно и к сотрудникам управления по профилактической работе с населением. В Сочи на отдыхе находятся жены и дети военнослужащих и полицейских, погибших при выполнении служебно-боевых задач. Таким образом стартовала Всероссийская благотворительная акция Росгвардии «Долг памяти». В ее рамках за лето более 900 детей из различных регионов страны отдохнут на отечественных курортах. Старт благотворительной акции дал Николай Долонин, заместитель командующего Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии России. Планируется, что в течение 10 дней в Сочи получат оздоровление около 100 детей, отцы которых погибли при исполнении служебного долга. Ни одно имя защитников отечества не забыто. Это очень важно. Сегодня проводится первый этап оздоровительного отдыха. С разных регионов России прибыли наши замечательные женщины, которые, к сожалению, воспитывают своих детей без своих мужей. Но это внимание, теплота душевная, отзывчивость командования, она нас заставляет еще больше проникнуться теми проблемами, которые у них возникают. И поверьте, мы их решаем. Конечно, для каждой такой семьи большая поддержка – получить путевку на 10 дней к морю. И когда нет сильного плеча рядом, дети не должны чувствовать себя обделенными. Это понимают в Росгвардии. Поэтому для ребят подготовлена разнообразная программа отдыха на курорте. Это увлекательные походы, экскурсии, соревнования, конкурсы, посещение океанариума, дельфинария, Сочи-парка. Тут развлекательные программы есть, это разные. Бассейны есть. Открытый и закрытый. Море есть. Правда, она сейчас неспокойная. Неспокойной еще и на душе Катины и мамы в 2014-м и служебной командировке из Дагестана не вернулся ее муж Юрий. Теперь вот она сама привезла дочь в Сочи впервые. Говорит, забота и поддержка командования всегда чувствуется. Помогает как в бытовых, так и в жизненных вопросах. Помогает, где он работал. Ребята приезжают, командиры звонят, спрашивают, нужна ли помощь. Если нужна, безотказно всегда помогают. За нами закрепили человека, который приезжает к нам, поздравляет на праздники, с праздниками. С Новым годом, 8 марта, день рождения. Очень приятно. Всегда цветы дарят, Кате подарки дарят. Подарки сегодня получили все ребята, которые находятся в Сочи в рамках благотворительной акции «Долг памяти». Их детворе вручала заслуженная артистка России Елена Степаненко. Еще она пригласила их на концерт и выделила 100 билетов в зимний театр. Это очень важно, чтобы матери поняли, что они не одиноки, что дети могут приехать, получить вот это солнце, это море, эту красоту. Понимаете, это очень важно, чтобы человек понимал, что он не один на этом свете. И когда есть такая Росгвардия, когда есть такие офицеры, когда есть такие начальники, когда вот все дети проходят, стоят красивые молодые люди, подтянутые, они понимают, к чему нужно стремиться. А стремиться всегда нужно к лучшему. За лучшую, за мирную жизнь своих детей, за единую, неделимую страну. И погибали их совсем еще молодые отцы. Глядя на экран, мало кто в зале сдерживал слезы. Я нашел все вопросы, я нашел все ответы, все любимое просто, это ты моя бета, это ты моя осень, это ты мои звезды, это ты рассказала, что бывает не поздно. Он был замечательным, спортивным, он очень любил своего сына. Всегда уделял его максимально времени из-за того, что у него очень мало времени на это, потому что он не успевал приходить домой и его вызывали снова на работу. Таких рассказов здесь можно услышать много. Но самое главное, для чего жены погибших сотрудников СОБРа или ОМОНа приехали в Сочи, подарить минуты радости и счастья своим детям. Ведь у всех участников акции одна судьба и задача одна – воспитать детей, достойных памяти своих отцов. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Продолжаем выпуск. 11 выпускников Сочи написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. В этом году в ЕГЭ по русскому языку в Сочи принял участие 1731 выпускник. По результатам проверки 11 человек набрали 100 баллов. Всего от 80 до 100 баллов набрали 522 выпускника сочинских школ. Минимальный порог успешности, как и в 2016 году, преодолели все. Экзамены позади. Бывшие школьники с танцами и песнями встретили взрослую жизнь. Полторы тысячи выпускников кубанских школ устроили бал в центре Краснодара. Юноши и девушки приехали из всех районов края, чтобы пройти парадом по главной городской улице Красной. После торжественного шествия отличников учебы, победителей Олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований с окончанием школы лично поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Вас в жизни ждет море соблазнов, но и море возможностей. Я уверен, вы сделаете правильный выбор. Вам изначально многое дано. Вы родились, выросли, учились в самом лучшем крае. У вас были самые лучшие наставники и учителя, самые замечательные и заботливые родители. И всегда помните, где бы вы ни учились, кем бы вы в жизни ни стали, вы всегда будете нужны своему краю, а наш край будет всегда нужен вам. И чем профессиональней вы станете, тем сильнее и богаче станет наша Кубань. Друзья, дерзайте, побеждайте. Ваше время пришло. Вас в жизни ждет море соблазнов, но и море возможностей. Я уверен, вы сделаете правильный выбор. Вам изначально многое дано. Вы родились, выросли, учились в самом лучшем крае. У вас были самые лучшие наставники и учителя, самые замечательные и заботливые родители. И всегда помните, где бы вы ни учились, кем бы вы в жизни ни стали, вы всегда будете нужны своему краю, а наш край будет всегда нужен вам. И чем профессиональней вы станете, тем сильнее и богаче станет наша Кубань. Друзья, дерзайте, побеждайте. Ваше время пришло. Хорошей приметой в этот праздничный день считалось сделать селфи с губернатором, поэтому Вениамина Кондратьева выпускники долго не отпускали. Бывшие школьники шутили, что такая фотография – отличное начало взрослой жизни. Ну и, конечно, гвоздем программы стали танцы. От классического вальса до зажигательной сальсы. Учебно-методический центр инновационного образования «Академия» провел презентацию своих возможностей. «Академия» – это место, где можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку. В этот же день состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам. «Академия» – молодой учебный центр, в направлении работы которого буквально за несколько месяцев стали пользоваться большим спросом в Сочи. В учебно-методическом центре инновационного образования «Академия» ведут подготовку слушателей по программам профессионального обучения и переподготовки. Здесь выпускают высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции, государственного униципального управления, менеджмента в сфере физической культуры и спорта, педагогического образования. Пройдя курсы «Академии», можно стать и администратором парикмахерского салона или менеджером ресторана. Готовят в «Академии» и специалистов рабочих профессий, а также учат английскому языку. Самым маленьким слушателям – 4 года. «Учебный центр имеет государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности. Мы выдаем документы установленного образца, защищенные от подделок. Учебный центр «Академия» ориентируется на профессиональные стандарты, которые уже вступили в силу». Всех желающих с некоторыми направлениями работы Академии на презентации познакомили воочию. Специалисты учебного центра провели мастер-классы по визажу и парикмахерскому искусству. Сейчас набираем парикмахеров по повышению квалификации на блоке «Колористы» и «Стрижки мужские и женские». У нас есть экспресс-курс для парикмахеров, длящийся 2,5 месяца. Мы вырабатываем 320 академических часов. Это практически все практика. Теория идет параллельно практике. Создание такой организации – это веяние времени. А потому и спрос на такие образовательные услуги велик, отмечают специалисты и социальные партнеры центра, среди которых Краснодарский центр правовой поддержки образования. «Пришла идея сделать полноценную программу профессиональной переподготовки менеджмента в образовании. Настолько мобильно академия сработала. Есть запрос, они тут же отреагировали и получили прекрасный результат. Поэтому я думаю, что у этой организации большое будущее». Учебно-методический центр инновационного образования «Академия» расположен по адресу Северная, 12, кабинет 410. Телефон 8-918-309-14-99. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». И в завершение информации от партнеров программы. Стоматология «Скаковский» работает по принципу 3П – порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Спасибо.